Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Им бы позавидовали герои голливудской драмы. Шесть раз заключенных из правительной колонии номер два вырыли тоннель и избежали. Сохранить мир и стабильность в обществе. В Махачкаре в Доме дружбы состоялся 8-й конгресс мусульманских общин Северного Кавказа. Побег из Шоушенка – дагестанская версия. Шесть раз заключенных сделали подкоп и сбежали из колонии в Шамхале. Инцидент произошел в исправительном учреждении номер два, расположенном в поселке городского типа. По имеющимся данным, осужденные готовились к побегу целый год. Для их розыска поднят личный состав силовых ведомств, выставлены временные разыскные посты и разосланы ориентировки. В ведомстве отмечают, что сбежавшие были осуждены на разные сроки, в основном делительные – порядка 10-14 лет. Четверо из них сидели за преступления в сфере оборота наркотиков, еще двое – за убийства. Министр спорта России Олег Матыцын посетил Дагестан с однодневным рабочим визитом. В первой половине дня глава федерального ведомства ознакомился со спортивной инфраструктурой Махачкалы и Каспийска. Так Матыцыну показали уникальный в республике центр спортподготовки сборных команд. Комплекс включает в себя два больших зала для единоборств – футбольное поле, плавательный бассейн, сауну и прочие помещения. В сопровождении председателя правительства республики Артема Сдунова и министра спорта региона Магомеда Магомедова, глава спортивного ведомства посетил и другие объекты, построенные по федеральным программам, а также строящиеся сооружения. В рамках визита Матыцын также провел встречу со спортивным активом республики и ответил на вопросы журналистов. В беседе, в частности, говорили о подготовке сборной России к Олимпийским играм. Федеральный министр выразил надежду, что национальная команда будет представлена в Токио под своим флагом. На сегодняшний день позиции достаточно сильные, как нам кажется. Я имею в виду позиции по защите наших интересов. Но, опять же, здесь нельзя ничего исключать, насколько общеполитическая обстановка скажется на этом решении. Но все равно я убежден, даже если будет самое негативное решение по невозможности выступления под российским флагом, а будет предложено выступление под нейтральным, как нейтральным спортсменам, все равно надо участвовать, надо добиваться. И все мировое сообщество все равно будет знать ваши фамилии. Удвоенный стаж за борьбу с COVID-19 получат врачи. Особый порядок исчисления стажа коснулся тех, кто занимался лечением коронавирусных пациентов с 1 января по 30 сентября этого года. Для них один день работы зачисляется как два дня стажа. В двойном объеме специальный стаж может быть зачислен и для работников, занятых оказанием скорой, в том числе специализированной медпомощи пациентам с симптомами ОРВИ и вне больничной пневмонии. Льготный страховой стаж медицинским работникам будет подтверждаться на основании сведений индивидуального учета. Восьмой конгресс мусульманских общин Северного Кавказа прошел в Махачкале в Доме дружбы. В собрании религиозных деятелей было посвящено проблемам сохранения мира и стабильности в обществе, противодействию идеологии терроризма, в том числе среди мигрантов. Сегодня в Северном Кавказе, конечно, мир, спокойствие, но скрытые угрозы остаются. Есть международная обстановка, меняется, поэтому мы должны держать, как говорится, на пульсе руку. Будет делиться своим опытом, какие мероприятия они проводят, что полезное есть в них для того, чтобы ретранслировать на разные регионы. В ходе конгресса говорили о важности сохранения и пропаганды ценностей традиционных религий, укреплении духовно-нравственного потенциала общества, межрелигиозного и межнационального мира и согласия. Собрание представителей духовенства Северного Кавказа прошло в рамках межрелигиозного молодежного форума, который проходит в эти дни в нашей республике. Организатором мероприятия выступил Дагестанский гуманитарный институт при поддержке Министерства по национальной политике и делам религий и духовенства республики. В Махачкале стартовала фермерская ярмарка. Торговая площадка организована Митсельхозпродом Дагестана при активном содействии администрации Махачкалы. В день открытия свою продукцию привезли товаропроизводители Левашинского, Кизельюртовского, Карабудахкенского, Буйнакского и других районов республики. Мясо, молоко, колбасные и молочные изделия, консервная продукция. Фрукты и овощи отпускаются по ценам на 10-15% ниже рыночных. Фермерская ярмарка работает ежедневно вплоть до окончания сезона сбора урожая. Работа ведется в рамках исполнения поручений президента России по итогам совещания о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В планах на ближайшее время организовать на территории города Махачкала еще две аналогичные ярмарочные площадки. И о спорте. Дагестанская борьба номер один в мире. В этом уверен чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян. Боец ММА проводит сборы в нашей республике. Почему известный спортсмен выбрал для тренировок именно одну из спортшкол Хасавюрта, узнавал мой коллега Курбан Рагимов. В старенький школьный спортзал на окраине Хасавюрта мало кто догадается, что из года в год из этих стен выходят чемпионы, медалисты крупных международных турниров. Условия в филиале школы имени Шамиля Умаханова суровые, даже спартанские, а ковер едва вмещает всех. Но все это не сильно заботит борцов. В зале даже на разминке царит жесткая конкуренция, атмосфера захватывающая. А это именно то, зачем сюда приехал Петр Ян. Чемпион UFC сам начинал и закалялся в таких, как говорит молодежь, олдскульных условиях. Дагестанская борьба номер один в мире. А секрет, нет никакого секрета. Вы сами видите, в зале 50-60 человек бывает, 70 человек. Да, атмосфера, вы сами видите, все просто. Нет никакого какой-то роскоши. Простые рабочие залы, молодежь вся простая, вся желающая чего-то достичь. Сами видите, какие рубки проходят на ковре за какой-то бал, да, какая идет возня. Это все и подкупает. В Дагестане чемпиона UFC опекает Зелимхан Гусейнов, двукратный обладатель Кубка мира. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Азербайджана. Из-за закрытых границ вынужден пока оставаться дома. С известным микс-файтером они познакомились на сборах в Таиланде еще пять лет назад. Уже тогда Гусейнов заметил в нем чемпионский потенциал. Честно говоря, в то время была организация ICB. В то время он там дрался за пояс, но я видел в нем перспективу. Почему? Потому что он тренировался, он больше всех тренировался. Он в Таиланде, когда мы были, он в последний зал выходил, выкладывался на полную, мощь выкладывался. Ну, упали на глазах, горели. Он стремился к этому, он поставил себе цель и стремился к этому. За полтора, за два года провести семь боев в UFC и забрать пояс – это не каждому донал. Помимо чемпиона UFC в зале тренируется еще один боец ММА. Это выходец из соседней Чечни Майрбек Тайсумов, а также борцы, представляющие другие страны. В республике всех гостей ждал теплый прием. Каждый вечер после тренировок их приглашают домой, знакомят с местной кухней, а также с культурой и обычаями. Все друг друга ребята знают, хорошо с ним подружились. Можно сказать, он каждый день почти в гостях и до тренировок, и после. Но тренировок он не пропускает. Он тренируется стабильно. Ну, если тренироваться стабильно, результат, само собой, не заставит долго себя ждать. Поэтому ребята с ним в хороших отношениях. Каждый день его в гости. То один, то другой зовет. Хороший парень, улыбчивый, отзывчивый парень, добрый. Поэтому желаю успехов ему и всем ребятам, кто бы за какое дело не взялся, чтобы всех все получилось. Ян и остальные гости сейчас тренируются в обычном режиме. Утром зарядка, а вечером работа в общей группе. Команда вольников школы имени Умаханова готовится к предстоящему чемпионату России, намеченному на середину октября. Большие надежды в этом зале возлагают на Ахмеда Чакаева, бронзовый призер мирового первенства. Он входит в узкий круг претендентов на участие в Олимпийских играх. Сейчас столько времени прошло, после Риги, мы нигде вообще не боролись. Чуть тяжело тягиваться, но надеемся нормально, подойдем в хорошей форме. Ребята вроде бы все работают. Просто во время карантина пропустили. Ну, можно сказать, что все в равных более-менее условиях. По-любому все в равных, да. Потому что у всех был карантин. В Дагестане Петр Ям планировал провести две недели, но теперь решил задержаться и продолжить тренировки. Следующий бой пока еще официально не анонсирован. Возможно, ближе к концу года соперником станет Алджамин Стерлинг. Сейчас только одно известно точно. Американский мастер борьбы и джиу-джитсу после этих сборов вряд ли чем-то сможет удивить действующего чемпиона. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Асавюр. В селах Дагестана построят два футбольных поля. В республике объявлены аукционы по выбору подрядчика для строительства спортивных объектов. Футбольные поля будут расположены в селе Тлондода, Сумадинского района и Аданак Карабудахкенского района. На эти цели, как сообщается на сайте госзакупок Ростендер, планируется направить свыше 4 миллионов рублей. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин